если вы захочете что серьезно блин у меня глаза слезятся я в них на тыкал да ты чё издеваешься всем приветики сегодня я сделаю макияж и покажу вам свои первые впечатления от палетки paradise fallen ace beauty это та самая палетка на которую было большинство запросов в последнее время я недавно проводила опрос под видео со сводчами этой палетки я просила вас написать какую палетку вы хотите видеть в следующем видео эту или нарвина и большинство проголосовала за из бьюти поэтому я снимаю сегодня макияж с ней и первое впечатление соответственно но самый прикол что когда я провела в тот же день опрос в инстаграм то там большинство людей проголосовали за нарвина извините ребята следующее видео будет а нарвина потому что сегодня я думаю достаточно много с вами поймем об из бьюти об этой палетке потрясающие мне очень нравится этот цветовая гамма просто обалдеть в общем я сделаю эти фиолетовые смоки поделюсь с вами впечатлениями от каждого оттенка использованного в макияже расскажу вам о плюсах и минусах этой палетки потому что минусы тоже есть расскажу вам где ее купить что с доставкой обязательно подписывайтесь на мой канал если еще этого не сделали и приятного просмотра первое на что я обратила внимание и это вес палетки она очень тоненькая как вы видите как я это показывала уже в сводчах и там я сравнивала без слов но сравнивала толщиной палетки вот анастасии например да она очень очень тоненькая вот пожалуйста набло и она очень очень легкая то есть несмотря на то что она такая вот длиннющая она длиннее и анастасии естественно набло она очень удобно я даже набло как бы ну без проблем в нее крашусь но она тяжелее а зеркало здесь небольшое по величине но в него очень удобно краситься поэтому я буду краситься в эту палетку сегодня базу под тень я уже нанесла и начну я с оттенка dusk он мне когда я делала сводчи чем-то напомнил оттеночек из палетки их первой палетки quintessential но на самом деле он совершенно другой он больше фиолетовый уходит и он менее бордовый и кстати ого видали какая пигментация пылят тени меньше чем тень анастасии хотя на видео про сводчи могло показаться иначе такая фигня потому что я делала сводчи на сухую руку большинство палеток когда я делаю сводчи на сухую руку из-за того что приходится очень интенсивно набирать и набираю я там не пушистой кистью а плоской и приходится прям нажимаю чтобы хорошо перенеслись тени на руку поэтому там все очень сильно пылило но на самом деле реально меньше чем анастасии пыли тут смотрите вот я один раз дотронулась и ничего все нормально то есть там несколько крупиночек всего лишь отслоилась анастасии с этим гораздо все сильнее хуже пигментация огонь как вы видите очень мягко вообще наносится растушевывается не пятнит оттенок он прям такой сиреневый не в бордо ни в какое но так как как и анастасии эти тени высоко пигментированы я вам рекомендую легонечко дотрагиваться до каждого оттенка чтобы не переборщить потому что как вы видите все здесь с пигментации просто супер очень красивый оттенок следующем я хочу нанести матовый и это будет оттеночек и в многим как и мне он может показаться на каких-то картинках в инстаграм как вот мне это показалось и многим кто мне писал что он синий но он и не фиолетовый и не синий он фиолетовый синий очень электрический очень красивый на фотках понятное дело у кого-то там какая-то обработка есть видео возможно тоже не будет со стопроцентной достоверностью передавать в те постаралась настроить не освещение фотоаппарат но он очень интересный он реально именно фиолетово-синий так что те кто считает что это не фиолетовая синяя палетка потому что есть такие люди нет она не синяя она именно фиолетовая но здесь фиолетовые именно холодные то что нижний ряд все холодное и оттенок и в я нанесу в уголок обалденный просто с пигментацией все также отлично по поводу пыления когда делаешь макияж они сводчиков я в предыдущем видео вот один раз я дотронулся да есть какие-то крупиночки вот еще раз но не критично в сводчих все было немного иначе я даже испугалась честно говоря не дотушевываю его и во внутреннем уголке слушайте пигментация просто огонь блин оба цвета офигенно и подобного оттенка как и предыдущего нет ни в палетке нарвина не в палетке solblumen nabla ни в каких-то которые есть у меня один в один нет вообще и снова подтушевываю его вот границу предыдущей кистью мне очень нравится этот оттенок потому что он не грязный как в палетке нарвина я понимаю что там оттенок совсем другой но там грязный какой-то синий синг-голубой у solblumen тоже такой какой-то пыльный голубой здесь же мы реально такой вообще офигенный цвет и отлично наносится он и очень ярко можно можно наслоить вообще просто супер и этим оттенком отлично углублять вот этот предыдущий и затемнять и вообще на все века наносить все шикарно все красиво все равномерно единственное пока что мне не очень нравится я крашусь в палетку поэтому я ощущаю запах своим очень чувствительным носом я чувствую что от палетки скорее всего это вот от упаковки пахнет немного пластиком но могу сказать в защиту что у тех же color pop палетки которые я покупал не все но часть палеток очень сильно воняло пластиком прям как будто с алиэкспресс приехал здесь все таки не настолько убийственный запах нужно еще принюхать чтобы его ощутить и далее такой шикарный выбор такой шикарный выбор потому что два оттеночка очень похожих друг на друга это twilight и night sky я всю голову сломала какой из них нанести и поэтому я сделаю финт ушами нанесу два начну с twilight который более сиреневый менее фиолетовый и нанесу его пальчиком этот оттенок содержит в себе мелкие еще синие блесточки которые заметны если посветить фонариком от телефона например либо если снять видео со вспышкой на телефон и наношу его прямо на центр посмотрите как офигенно переносится да я знаю что мне писали я сама это заметила что кистью не очень переносилась на свотчах но я вам хочу сказать если посмотреть внимательно любые видео со свотчами где я наношу а я везде наношу на сухую руку есть оттенки которые просто не предназначены для нанесения кистью тем более на сухую руку все общие тени предназначены на какую-то подложку поэтому им сложно ложится на мою сухую руку у меня еще и очень сухая кожа красивый прям такой на эти электрические фиолетовый и он прям не какой-то очень сильный перламутр не какой-то металлик он просто легкий перламутр но очень красивый электрический сам оттенок. Оттенок Twilight, который я сейчас нанесла, абсолютно одинаковый по качеству по нанесению с Night Sky, который будет следующим. Вы видели сейчас, как наносится пальцем прекрасно на подложку из базы, и сейчас я малюсенькой кистью плоской вот этот Night Sky добавлю в макияж, чтобы еще интереснее был. Если не возявкать, как я в сводчах плоской кистью вот так вот, чтобы набрать оттеночек, просто один раз провести, он хорошо переносится на кисть, но просто если это делать, как я, когда делала сводчи, то нужно очень много набрать, чтобы на сухую кожу перенести. Сейчас я просто так один раз делала, ни одной пылиночки здесь не появилось, и теперь я делаю как бы переход от предыдущего оттенка к следующему, который и в матовый. Можно заезжать и на перламутр, и на матовые тени, прекрасно здесь все и наслаивается, и наносится, и перемешивается. И здесь вот тоже. Да, кстати, по поводу сводчи, если вам, например, не очень то, что там что-то сыпется или плохо переносится, кажется, что это недостоверно из-за того, что я не наношу на подложку, да, на базу под тени, я могу делать сводчи и на базу под тени, но на мой взгляд это будет менее достоверно, потому что, когда делаешь на сухую руку, видно вообще все возможности теней, как они себя могут повести, даже без базы под тени, потому что, как говорится, с базой под тени любой дурак нормально себя будет вести, держаться, распределяться, наноситься, а вот без базы под тени некоторые тени совсем не видно, например, и когда наносишь без базы под тени, отлично видны возможности теней. Да, яйца, например, тяжело без базы распределяются, но оно и понятно. Либо, если знаете, у меня была увлажнена рука кремом, естественно, они бы ложились по-другому, но на мой взгляд это было бы уже нечестно и недостоверно. Хотя, может быть, я не права, напишите, что вы думаете по этому поводу. Настолько они перемешиваются в макияже, эти два оттенка, и настолько хорошо друг в друга переходят, что даже, возможно, и не видно, что это два оттенка. Я не хочу больше что-то на верхний век добавлять, мне и так все нравится, все очень красиво, и я перейду к нижнему. И с нижним веком, с одной стороны, можно повторить те же цвета, но, на мой взгляд, будет более интересно, если на нижнем веке будет другой оттенок, а именно, вот этот вот, Cypress Tree. Здесь подложки у меня нет. Оттенок этот интересный, я бы сказала, он коричнево-красновато какой-то, то есть в нем красненько присутствует, и поэтому он будет отлично сочетаться с фиолетовыми. Главное вот в этот макияж не добавлять каких-то слишком теплых, или, наоборот, серых, которые присутствуют в этой палетке. Границу немного подтушевываю. Я прокрасила слизистую черным, сделала межресничные стрелки и оттушевала нижнюю эту межресничку чуть вниз, но не показала вам этого, потому что это было очень слезно. И теперь я доделаю здесь тушевочку, в общем, доделаю нижнее веко. Опять здесь делаю тушевку Cypress Tree, тем же коричнево-красным оттенком. Переход от карандаша к этому оттенку у меня все равно получается не слишком мягкий, поэтому я именно на этот переход нанесу черный блэкаут. И, кстати, у меня из-за того, что, видимо, слезы текли, когда я подводила слизистую, у меня немного ушло и со слизистой, и с межреснички ушел карандаш. Но это ничего страшного, я уже миллион раз про этот лайфхак рассказывала и показывала его. И еще раз скажу и покажу. Если у вас происходит такое, или если у вас на слизистой не держится никакой карандаш долго и хорошо, то после того, как вы нанесли черный карандаш, стойкий он или не стойкий, если у вас такая фигня происходит, в любом случае, если вы сверху закрепите этот самый карандаш тенями, то будет гораздо дольше держаться, что я сейчас и сделаю такими вбивающими движениями. И далее нет, такими черными я не оставлю свои нижние веки, я добавлю сюда все-таки фиолетового. Night Sky, начиная от внутреннего уголка, внизу нанесу, по черному будет еще интенсивнее, ярче наноситься. И, как вы уже поняли, смоки на черный будут еще термоядернее, чем то, что у меня сейчас сверху получилось. А на самый центр добавлю Twilight. И здесь я думаю, блин, у меня глаза слезятся, я в них натыкал только что, здесь я думаю, кому-то понравится больше такой вариант, а кому-то просто с черным. Я накрасила реснички и хочу вам показать, что у меня под глазами. Вот здесь вот насыпалось и вот здесь вот насыпалось. Я это показываю на всякий случай, я бы не сказал, что во время макияжа как-то сильно летели тени, возможно из-за того, что что-то на наслаивалось. В общем, буду ее тестировать дальше и тогда уже в конце исследования расскажу вам, глюк это или не глюк. Я доделала макияж лица и нанесла румяна The Balm In Stain, сиренево-голубой хайлайтер из палетки Carly Bible Deluxe Edition и стойкую помаду Lime Crime в оттенке Саши. Один из моих любимейших оттенков и одна из самых комфортных, на мой взгляд, и вообще любимых моих помад. И выводы. Мне очень понравился результат, мне очень понравились все оттенки, которые я сегодня использовала. Офигетительные здесь фиолетовые, фиолетово-синие, просто конфета. Мне понравилось нанесение, тушевка, пигментация, вообще все в них понравилось. Пока что, пока что я еще не проверяла на стойкость. Есть у меня подозрение, что как минимум синий Ив может бледнеть с течением времени, что-то мне подсказывает, потому что пока я наносила одни тени, он где-то у меня побледнел. Возможно, это какой-то мой косяк, в чем я очень сомневаюсь. В общем, буду проверять, как они там по стойкости, и особенно обращу внимание на этот самый Ив. Что мне абсолютно не нравится, я вот вам говорила, что есть такой незначительный запах какого-то пластика, какой-то китайщины от самой палетки. Я ошибалась, он не легкий. Точнее, пока я красилась, снимаю я видео уже часа полтора, наверное, и дышу в эту палетку, пока крашусь в нее. Я надышалась настолько, что я понимаю, что я со своей аллергией и своим восприимчивым носом аллергичным не могу ею пользоваться, глядя в нее. Мне нужно ее проветрить. Я надеюсь, что запах выветрится, и хотя он не слишком сильный, но если долго дышать им, то становится как-то, ну, мне становится не по себе. Я все-таки надеюсь, что пахнет эта упаковка, потому что снаружи тоже пахнет, а не тени. Как я вам говорила, в Color Pop сильнее воняло, но выветрилось, так что надеюсь, что тут будет то же самое. Ну, положу, подержу ее открытой около окна, посмотрим. Главное, чтобы все тени не сдуло. Да, кстати, по поводу теней. Вот все, что я сегодня использовала, я никуда не сдувала ничего, вот оно как было, так и есть. Как вы поняли уже, я использовала вот эти вот оттенки, до остальных я даже не дотрагивалась. То, что там есть, это осталось с прошлого раза. Я вам реально говорю, что когда делаешь этой палеткой макияж, такой жести, как у меня на сводчих, нет. Я не знаю, почему. Может быть, как-то сильно я пальцем надавливала, когда набирала на палец. Не знаю, в чем дело, но вот в макияже все отлично. Да, что-то подосыпалось во время макияжа, но с рефилами все хорошо. По качеству я могу сравнить эти тени, как и предыдущую их палетку Quint Essential. Очень похожи они по всему, по пигментации, по нанесению, по тушевке, вообще по всему-всему-всему на тени Juvia's Place. Если у вас нет палеток из Beauty, то очень они похожи на Juvia's. Делайте выводы сами, нужны вам эти палетки или не нужны. Точнее, нужна вам эта палетка в данный момент или нет. Так-то их там четыре. По мне, это идеально фиолетовая палетка. Она именно холодная, именно за нормальные деньги. Единственный минус, что, как я понимаю, это лимитка и не всегда есть в наличии. То есть, когда я ее только купила в первый же день, предзаказа даже. Не заказа, а предзаказа. То есть, я сначала сделала предзаказ, а больше, чем через неделю мне ее только отправили. А сейчас нет ее в наличии, но, возможно, появится, как и три остальных. Качество отличное. Возможно, оно чуть хуже, чем у Наташи Динонова. Возможно, оно чуть хуже, чем у Анастасии. По мне, это не хуже, это просто тени абсолютно разного качества. И у всех них качество отличное. Здесь нет такой вот кремовости, как в металликах кремовых в Анастасиях и в Soft Glam. И в, особенно, в последней, в Нарвине, нет здесь таких кремовых. Но, как вы видите, пигментация все равно отличная у этих недометалликов. Пока я довольна, потому что пока я попробовала только вот эту фиолетовую гамму, вот этот вот синий самый левый оттенок под названием оттенок Shadow, я еще не попробовала. В верхнем ряду есть теплые оттенки, есть серые оттенки и серебристые. Я не люблю ни серые, ни серебристые. Мне они вообще ни к чему. Я не из-за них покупала эту палетку явно. Я не понимаю, зачем их засунули. Не понимаю этого, потому что, опять же, я не люблю серые и серебристые. Но, если вы любите и фиолетовые, серые и серебристые, то эта палетка определенно для вас. Если вы захотите приобрести эту или эту, или другие палетки из Beauty, если вам повезет, и они будут в наличии, то купить их можно только на официальном сайте из Beauty. Больше их нигде нет, ни в каких магазинах мультибрендовых, ни в каких американских магазинах, только вот у них на сайте. Я не знаю, с чего все взяли, что у них нет сайта доставки в Россию. Она есть. Я покупала через посредника, да, потому что я покупала в первый день выхода, и я параллельно еще покупала Нарвину, и мне было бы невыгодно привозить по отдельности их. В общем, такая длинная история. Я думаю, она особо никому не интересна. Смысл в том, что сайта из Beauty, несмотря на то, что я не напрямую оттуда заказывала, есть доставка в Россию. Она от 20 или 20 с чем-то долларов. Вы можете закинуть что-то в корзину и посмотреть, не покупая. Доставка к нам, в общем-то, есть. То есть проблем с покупкой нет. Есть другая проблема, что этих палеток может не быть в наличии. Как я понимаю, постоянно в наличии есть только палетка Quintessential, на которой у меня тоже есть обзор. Я ссылку оставлю в описании, можете посмотреть. Палетку Quintessential я рекомендую всем абсолютно. Там огромное разнообразие цветовых гамм. Там потрясающий синий, просто вообще улетный синий. Если бы в этой палетке был этот синий, то я бы в нее влюбилась еще сильнее. Там очень красивый апельсиновый, там золотистый есть. Там очень много всего, и вообще качество потрясающее. Кстати, там вот эти вот перламутры металлики, они более кремовые, и они меньше похожи на Juvia's Place. А качество вот этих вот, особенно не до металликов этих, оно больше похоже на Juvia's Place. И как я показывала в видео со сводчами этой палетки, оттенок Night Sky, такой фиолетовый-синий здесь, он очень похож на оттеночек из палетки Mascarad Juvia's Place, и по цвету, и по качеству. Но в палетке Mascarad есть несколько оттенков, таких вот перламутровых, которые не очень сильно пигментированы. Ну, там зелененький, еще какой-то. Здесь с этим пока все нормально, и со всеми остальными тоже Moon Glow, вот этот серебристый, вообще обалдеть, какой пигментированный, хоть я пока еще не делала с ним макияж, я просто мазнула так на пальцах, что серьезно? Так что, если вам уже понравилась эта палетка, вам остается только подписаться на новости сайта из Beauty, отслеживать, когда она и другие появятся у них, и бежать заказывать, потому что больше достать эту палетку и другие палетки из Beauty вариантов нет. Если сравнить ее с другими палетками, которые у меня есть, во-первых, палетка Pet Magrat, там есть похожий оттенок фиолетово-синий, но здесь он более синий, там более фиолетовый, они похожи, но там все-таки качество фиолетового намного круче. Он как-то поинтереснее, а возможно, я себе накручиваю, придумываю, потому что та палетка гораздо дороже. Сравнить эту палетку с палеткой Soul Blumen я, как вы понимаете, не могу вообще никак, здесь, конечно, есть фиолетовый и немон, очень красивый, но он абсолютно другой, он не похож на вот эти вот. И уж тем более сравнить с вот этой вот палеткой Narvina, которой я не могу абсолютно, здесь ничего похожего нет совсем. Если брать именно цветовую гамму, пока я Narvina, в общем, делаю ей всего пару макияжей, у меня есть видео, и вот эту палетку Soul Blumen я исследовала вдоль и поперек, она мне очень нравится, они, конечно же, разные, но из трех палеток я выберу вот эти вот две, а от Narvina я могу легко отказаться, потому что она больше не фиолетовая, не синяя, а рыжая, коричневая, бронзовая. Надеюсь, мое видео было для вас интересным и полезным, буду ждать ваших комментариев, купили ли вы эту палетку или собираетесь ее купить, как вам этот макияж и вообще, в общем, все это качество и т.д. и т.п. Желаю вам солнышка, классной, качественной косметики, отличного настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok